Всем привет! Сегодня мы будем готовить с вами очень вкусные карамельные эклеры с кракелином. Приготовление пирожных начнем с верхнего хрустящего слоя кракелина. В чаши блендера смешиваем муку, сахар, можно взять коричневый сахар и сливочное масло. Масло берем слегка размягченное. Далее смешиваем все ингредиенты, пока они не станут собираться в один комок. Получившийся комок песочного теста раскатываем в пласт толщиной около 2 мм. Для того, чтобы тесто не прилипало к скалке, удобно делать это между двух слоев пергамента. Готовый пласт теста отправляем в морозильную камеру и переходим к приготовлению заварного теста. В сотейнике смешиваем воду, молоко, соль, сахар и сливочное масло. Сливочное масло у меня 82,5%. Сотейник ставим на небольшой огонь и не доводя до кипения, ждем пока масло полностью растворится. Затем выключаем огонь, всыпаем всю муку сразу и начинаем активно заваривать тесто. Когда вся мука заварилась и нет белых вкраплений, тогда уже включаем небольшой огонь и начинаем подсушивать тесто. При этом постоянно помешиваем и подсушиваем его в течение 1-2 минут. Если посуда металлическая, то на дне должен образоваться вот такой мучной налет. Тесто перекладываем в миксер и мешаем его насадкой веслом. Если нет миксера, то мешаем просто ложкой, даем тесту немного остыть. Тем временем в отдельную чашу разбиваем яйца и слегка взбалтываем их вилкой. Теперь в несколько этапов добавляем яйца в тесто. После каждого раза ждем, чтобы яйца полностью вмешались. Количество яиц может быть разное, в среднем от 4 до 5. Периодически собираем тесто со дна и со стенок чаши. Здесь очень важно не переборщить с яйцами, иначе тесто получится жидкое и будет растекаться при отсадке. Когда оно уже становится вот такое гладкое, блестящее, можно уже домешать руками. Готовое тесто должно получиться примерно вот такой консистенции. Оно должно медленно стекать с лопатки и образовывать вот такой полупрозрачный треугольник. Далее берем кондитерский мешок с насадкой. У меня насадка 6Б. Затем отсаживаем тесто на перфорированный коврик. Лучше всего использовать его, так как на силиконовом и на тифоновом коврике могут быть вогнутые донышки. Если вы хотите получить красивые эклеры, то отсаживать их нужно максимально ровно. Из этого количества теста получается примерно 25 эклеров. Но количество может меняться в зависимости от того, насколько сильно вы будете давить на кондитерский мешок. Чем сильнее, тем эклеры будут больше. Теперь достаем замороженное тесто, разрезаем его на прямоугольники по размеру эклеров и укладываем их сверху. Для заварных пирожных я использую вот такую схему выпечки. Сначала хорошо разогреваю духовку до 190 градусов, затем ставлю их в духовку и сразу снижаю до 170. При такой температуре выпекаю 20 минут, затем не открывая духовки снижаю до 160 и подсушиваю еще в течение 30 минут. Режим выпечки вверх-вниз. Пока будут выпекаться эклеры, приготовим заварной крем. Но так как крем будет карамельный, для начала приготовим карамель. Ставим сотейник с толстым дном на медленный огонь и начинаем топить сахар. Сахар насыпаем понемногу. Для того, чтобы помочь ему быстрее растопиться, можно наклонять сотейник из стороны в сторону. Когда весь сахар растворился, очень аккуратно вливаем горячие жирные сливки. Хорошо все смешиваем, кипятим еще одну-две минуты и переливаем в другую посуду, чтобы карамель быстрее остыла. Для крема смешиваем яйцо, сахар и кукурузный крахмал. Параллельно с этим доводим молоко до кипения. Далее тонкой струйкой вливаем горячее молоко к яйцам. Затем переливаем массу обратно и при постоянном помешивании на слабом огне вариваем до появления первых пузырей. Убираем сотейник с огня, накрываем пищевой пленкой в контакт, для того, чтобы не образовалась корочка и полностью его остужаем при комнатной температуре. Для того, чтобы он быстрее остыл, можно поставить сотейник в чашу с холодной водой. Теперь остывший заварной крем смешиваем с остывшей карамелью. Если вдруг не справитесь с карамелью, то в крайнем случае можно заменить ее на вареное сгущенное молоко. Далее в несколько этапов добавляем сливочное масло комнатной температуры. Готовый заварной карамельный крем перекладываем в кондитерский мешок. Первая партия эклеров готова, снимаем их с коврика и следом отсаживаем вторую. Пирожные, наполненные кремом, употребляем в день приготовления, а сами заготовки без крема можно приготовить за несколько дней до подачи и хранить их в пакете, либо в герметичном контейнере. Эти эклеры очень вкусные, шелковый заварной карамельный крем и хрустящая корочка сверху. Всем большое спасибо за просмотр и приятного аппетита!